Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации Чувашии Алена Аршинова. Алена Игоревна, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Алена Игоревна, накануне Нового года завершается Ваша работа, завершается работа осенней сессии Государственной Думы. Какие итоги можно подвести? Итоги, во-первых, хотелось бы сказать о самой короткой в истории работы Госдумы сессии. Она составляла в этот раз всего 77 дней. Это было связано с тем, что мы прошли выборы. И в первую очередь мы взялись как раз за самый важнейший законопроект, это федеральный бюджет. Мы его приняли. В итоге было очень широкое обсуждение, были нулевые чтения, были парламентские слушания. Причем был привлечен очень широкий круг экспертов по экономике, по финансам, по социальной сфере абсолютно. Хорошо были привлечены также непарламентские партии, которые также выступили со своей критикой или поддержкой бюджета в том виде, в котором он к нам поступил. И очень важно, что мы доработали этот бюджет. Во втором чтении мы перераспределили больше 200 миллиардов рублей. Мы посмотрели, какие программы работали эффективно, какие программы работали неэффективно. И более того, где-то по половине мы с них просто забрали и перераспределили в пользу паритетов, которые нам высказали наши избиратели предвыборной кампании. И в пользу того, что было указано в предвыборной программе, которую мы презентовали нашим избирателям в Чувашской республике. Очень важные самые проекты, я сейчас назову, это 4 новых проекта по благоустройству дворов, дворовой территории, по благоустройству парков, парковые зоны, по реконструкции муниципальных театров и реконструкции домов культуры. То есть фактически это то, с чем сталкиваются наши люди каждый день. Это досуг, это жизнь, это быт. Наши люди выходят во двор и видят либо благоустроенную, либо неблагоустроенную территорию. И когда мы встречались во дворах, нам всегда указывали на то, что здесь не в порядке, посмотрите. Нам не нужно ничего вам рассказывать. Если вы в порядке, оцениваете все в полном объеме, все бедствие, которое здесь происходит, то тогда, конечно, мы за вас проголосуем. Конечно, мы это все понимаем. И мы заложили на эти проекты почти 23 миллиарда рублей. И Чувашская республика будет в них участвовать. Конечно, мы встречались и в домах культуры. Мы видели, что там происходит. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы и мы смогли здесь оказать содействие нашим муниципалитетам, у которых не хватает средств на то, чтобы восстановить былую славу домов культуры. Это где наши жители проводят время, где проводят собрания, чтобы было комфортно, удобно, чтобы крыша не текла, чтобы было тепло. Поэтому, конечно, этим мы займемся в ближайшее время. Мы сохранили предыдущие программы, о которых просили наши жители. Это программа «Земский доктор». Она была продлена. Это программа по реконструкции спортивных залов в сельских школах. Она была тоже продлена. И Чувашская трижды в ней участвовала. И я надеюсь, что Чувашская республика в ней будет участвовать и впредь. Конечно, очень важно строительство школ. Потому что сейчас более 30 объектов, которые должны быть построены, реконструированы и достроены в Чувашской республике. Это школы. Вы знаете, что классы сейчас тоже переуплотняются. И педагогам работать очень тяжело. Да и вообще инфраструктура оставляет желать лучшего. Она должна быть современнее. И мы уже построили школу в Альбус-Сербеево, в Комсомольском районе. Нам сейчас важно вовремя сдать объект на улице Гладково в Чебоксарах. И, конечно, у нас на очереди несколько крупных школ, которые действительно требуют федерального финансирования. И это очень большие суммы. Потому что такая школа стоит фактически больше полмиллиарда рублей. 500-800 миллионов. И, конечно, таких денег у региона просто нет. В этой связи, конечно, мы приняли решение сейчас выделить 25 миллиардов рублей. Но, что важно, по ходу исполнения федерального бюджета мы договорились в феврале-марте месяце вернуться к рассмотрению этого вопроса. И, если что, если будут деньги, а счетная палата говорит, что будут деньги в размере 100 миллиардов рублей, ну и вот четверть от этих 100 миллиардов рублей мы хотим направить еще дополнительно на строительство школ. И здесь, в Чувашской республике, а именно правительству, нужно быть готовыми активно софинансировать эти программы. Наше правительство достаточно подвижное, и мы очень быстро, четко, слаженно работаем вместе, как мы и обещали нашим избирателям, что работать будем командно вместе с главой республики Михаил Васильевичем Игнатьевым. И, конечно, сейчас очень важно помогать нашим университетам. Мы заложили средства в том числе на развитие и создание дошкольных групп при образовательных организациях всех уровней. И, соответственно, вот при ВУЗах можно тоже на конкурсной основе подать заявку и выиграть. Собственно, это будет возможность для сотрудников, для студентов иметь возможность отдать своего ребенка в детский сад прямо вот при ВУЗе. И тюрчится. Да, таких программ достаточно много. Мы еще раз скажу, что предусмотрели, во-первых, увеличение в два раза. То есть это кратное увеличение количества и объем бюджетных кредитов. Это под 0,1%. Мы фактически имеем возможность выместить коммерческие кредиты и заместить их бюджетными. И, что важно, это немножечко разгрузит регион и даст возможность развиваться. Даже в такое непростое экономически кризисное время мы сможем участвовать в программах. Мы сможем находить возможности для реализации потребностей наших жителей. Очень важно, что тоже увеличиваются для Чувашской республики деньги на бюджетное выравнивание. И коэффициенты хорошие закладываются. Поэтому все возможности по поводу сельского хозяйства. Сохранено рекордно высокое финансирование отрасли сельского хозяйства, агропромышленный комплекс. И в прошлом году мы вышли на пик финансирования. То есть на этот год оставили тоже, потому что это перспективная сфера в импортозамещении. Она дает рост, она дает занятость, она дает возможность стране прокормить себя. И более того, у нас была встреча с представителями Министерства сельского хозяйства. И я об этом тоже писала, говорила, что тоже был поднят вопрос о поддержке хмелеводства, потому что Чувашская республика всегда являлась лидером в этом. И он верил в меня, что они на связи с Михаилом Васильевичем Игнатьевым и будут прорабатывать, чтобы Чуваша была действительно лидером в этом. И нам нужно выходить на мировое лидерство. Еще есть несколько моментов, где республика тоже может быть в выигрышном положении. Это отрасль электротехника, промышленность, где тоже есть субсидии. И нам нужно участвовать в этих грантовых конкурсах. Я надеюсь, что у нас действительно все получится. Что касается итогов сессии именно по законопроектной работе, то, конечно, за 77 дней работы в первой сессии седьмого созыва сделано было, на мой взгляд, очень много. Потому что мы посвятили себя не только работе федеральному бюджету, мы успели рассмотреть 140 законопроектов, очень важных. Чего касаются эти законопроектов? Знаете, один из них, даже я являюсь с автором одного из них, это об отдыхе и оздоровлении детей, потому что в этой отрасли нужно наводить порядок. И, на мой взгляд, здесь опыт Чувашской республики мог быть востребован. Поэтому даже несколько положений из опыта именно работы Чувашской республики, он будет распространен на всю Российскую Федерацию. Что касается, ну, вы помните трагедию Семозера, да? То есть откуда пошло поручение? Это поручение президента для того, чтобы можно было профилактировать и просто преодолеть эту проблему, чтобы больше не возникало никогда таких проблем. Это касается безопасности, в том числе и нахождения, питания, потому что очень часто бывают истории с отравлениями. То есть на самом деле очень интересно будет перерабатываться, реформироваться эта отрасль. Значит, что еще? Много интересных законопроектов. Это то, что президентская инициатива, президент просил нас ужесточить ответственность к органам безопасности, которые возбуждают уголовные дела против предпринимателей, и инициируют их. Сейчас, собственно, ужесточена ответственность, и наступает уголовная ответственность, если будет доказано, что органы безопасности фабрикуют дела против наших предпринимателей. Достаточно много сделано, и я думаю, что в следующей сессии какие-то вещи будут доделаны. Многие законы были приняты в первом чтении, например. Ну, я число их сегодня не называла, я сказала только то, что принято. Но и в системе образования интересные грядут переменные. Это то, что мы не успели доработать, например, в прошлом созыве, и начали работать, или наших избирателей услышали предложение. Будет создана единая система учета контингента. Это отражение в электронной системе образовательной траектории каждого человека, каждого ребенка, что позволит разгрузить от бюрократии педагогов, потому что отчеты будут генерироваться автоматически. Это позволит родителю не собирать справки при переводе из образовательной организации в другую образовательную организацию, неважно, между уровнями образования или внутри. И, кроме того, конечно, должна быть обеспечена хорошая безопасность, чтобы эти данные персональные не смогли... Чтобы не смог никто ими воспользоваться. Ну и то, что я настаивала, как раз это пересмотр системы целевого приема и целевого обучения. Мы обсуждали уже с Ольгой Юрьевной Васильевой, с министром образования и науки, эту проблему, и сейчас как раз они готовят законопроект, который, надеюсь, учтет и наши с Вячеславом Алексеевичем Никоновым замечания. И в следующую сессию, я надеюсь, они будут представлены. Но таких законопроектов их очень много, по всем профилям, поэтому будем встречаться сейчас в таком очень активном режиме, что и делали сейчас. У нас еженедельно были встречи с представителями министерств, ЖКХ, сельское хозяйство, экономика. Поэтому, конечно, мы передаем все проблемы на этот уровень, достаточно высокий, которые обозначают здесь нам жители республики, правительство и, конечно, обязательно глава республики, который держит руку на пульсе по всем направлениям. Алена Игоревна, ну вот вы говорите, что вы встречаетесь с министрами, с правительством, да, на одной из последних, на последней сессии в этом году Госсовета 6-го созыва, да, он прошел во вторник, и говорили о том, что федеральное правительство пересмотрело список регионов, кому полагаются выплаты многодетным семьям в размере 8,5 тысяч. В Чувашской республике суммарный коэффициент переросла, у нас в последние три года рождается много детей, и Чувашская республика не вошла в число 40 таких регионов. И местные депутаты, депутаты Чувашского парламента решили обратиться к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с обращением пересмотреть показатель суммарного коэффициента, чтобы он был гораздо выше, чем вот сейчас, да, он там сейчас 1,785, по-моему, в Чувашской республике 1,800 с чем-то, и наши депутаты предлагают поднять его до уровня 2,1. Да. В курсе ли вы? Знаю об этой проблеме, и очень правильно, что депутаты Госсовета Чувашской республики решили обратиться в адрес председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева с этим предложением. Я считаю, что неправильно наказывать те регионы, которые справляются со своими задачами, пусть и благодаря федеральной поддержке. Конечно, эту федеральную поддержку нужно было сохранить, но, к сожалению, программа с теми критериями, которая не пересматривалась, и критерии не пересматривались. Это происходит постоянно. Это не потому, что в Чувашской республике кто-то плохо работал, наоборот, работали хорошо, и всегда правительство, глава переживают за рождаемость, и делали все возможное, чтобы снизить уровень детской смертности. Вы знаете, что Чувашская республика как раз отличается на уровне европейских показателей по детской смертности. Конечно, вообще для нормы воспроизведения жителей, неважно, республики, страны, коэффициент полагается 2,5. Это норма, средняя причем. У нас, получается, где-то на уровне 1,9, а программа предусматривает 1,7, если я правильно помню. То есть мы преодолели этот коэффициент, и вот только из этого мы выпали из этой программы. Конечно, я тоже буду поднимать этот вопрос. Когда к нам как раз должна была прийти на правительственный час Ольга Юрьевна Голодец, я передам этот вопрос и в письменном виде, и постараюсь устно его задать, регламентировать. Вот необходимо изменение тех критериев, о которых мы с вами говорим, потому что несправедливо наказывать тех, у кого хорошо получается. И более того, показатели должны расти, они должны быть догмой. Если рождаемость выросла, нужно продолжать. Я понимаю, что нет у них возможности наверняка сейчас у правительства увеличить финансирование. Но там 58 и 42, 58 федераций, 42 республики. Да, я понимаю. И, конечно, это большое подспорье для республики, потому что выплата существенная. Поэтому, конечно, нужно было бы вообще посмотреть, может быть, категории регионов, может быть, включить все регионы и дифференцированную поддержку оказывать. Поэтому, конечно, здесь нужно будет выступать с нашими предложениями. Очень хорошо, что они у нас есть. Поэтому сейчас я, конечно, бы не хотела, чтобы наши люди отчаивались. Нужно, наоборот, сейчас нам очень активно поработать, чтобы попробовать вернуться в эту программу. Но здесь люди должны понимать, что была предписана норма, которую мы достигли в рождаемости. И нам очень важно, конечно, во-первых, сохранить этот темп. Не нужно падать в этих показателях. Но это зависит, в том числе, и от нашей работы. Я сделаю все, что я смогу. Спасибо большое, Алена Игоревна, за надежду. Спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы Российской Федерации от Чувашии Алена Аршинова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова